и мы с вами начинаем очередную нашу встречу по понедельникам у нас сейчас проходит да и сегодня я вам расскажу о последних новостях которые у нас произошли в компании да и у нас будет спешил гость специальный гость вот так что я рад что кто сегодня пришел я надеюсь еще люди подойдут итак меня зовут олег тарасов я являюсь партнером компании skyward комьюнити с 2017 года до этого тоже был на другой платформе но она тоже был активным инвестором но пассивным партнером вот и двадцатого года я являюсь активным партнером у меня много родственников в команде да и этой мама и жена его час дочка присоединилась я из пункт 18 лет вот так же есть мои сестрички теща тесть в общем-то практически все вот но еще есть родственники поэтому все впереди да поэтому как говорил генри форд собраться вместе это начать работать вместе это прогресс а держаться вместе это успех вот мы все больше и больше скажем так объединяемся мы не можем друг без друга общаться даже с теми людьми допустим как кирилл сегодня присутствует мы с ним познакомились через чат вот и вот скажем так никогда бы может быть не встретились если не замечательный проект поэтому я нахожу вот новых партнеров новых друзей вот через благодаря этой компании через соцсети ну что значит у нас замечательный такой вот слоган да мы создаем принципиально новую транспортную систему экологичную безопасную комфортную и экономичным как в производстве так и в эксплуатации по сравнению с другими существующими решениями вот ну и вы знаете что философия компании которая вообще можно сказать создал и несет это через года да и вот нам в общем-то достучался до простых людей потому что не смог достучаться до сильных мира сегодня теперь уже конечно вот это вот количество переходит в качество поэтому все больше и людей присоединяются а также страны и руководители стран уже обратили внимание на такую замечательную транспортную систему как юнитский string technologies потому что философия компании звучит следующим образом транспорт должен быть решением широкого круга проблем они их источником наша система предусматривает перевозку пассажиров и грузов в отдельном пространстве воздухе над поверхностью земли вот спасибо антолий эдуардович но вы знаете что антолий эдуардович 40 лет как тот моисей ходил по пустыне до предлагал свою технологию вот но и в общем то в конце концов он вернулся в родную свою беларусь вы знаете что антолий эдуардович был рожден в гомельской области которые в общем-то это деревушка пострадала от чернобыльской аэс вот свое время да и практически теперь там невозможно жить но скажем так анатолий эдуардович все равно скажем так вы ездил туда смотрел ты рассказывал и для него это действительно вот это вот появилось так сложилось что он осознал что также может погибнуть не только какой-то участок земли а вся планета поэтому от его выстраданная туда технологии это наверное идет от сердца от души поэтому очень много людей которые действительно чувствуют это какими-то фибрами души вот и присоединяются к этой технологии не столько скажем так из-за денег да сколько действительно осознавая что что мы оставим своим будущим потомкам до нашим детям нашим внукам нашим правнукам вот поэтому низкий поклон антолий эдуардович мы с вами всерьез и надолго ну вот поэтому 2015 году именно в белоруссии до в минске была аккредитована инжиниринговая компания вот и в качестве она была в качестве зарегистрирована в качестве вот научной организации национальной академии наук государственном комитете по науке технологии да вот поэтому это серьезная организация да и мы находимся с вами в том месте и в нужный час вот так что за все все движется как нужно но вы знаете что сейчас новый сайт юрист инкорпорейка да поэтому заходите туда там очень много информации я туда время от времени беру оттуда информацию вам ее доношу поэтому не сне если вы кого-то приглашаете вы можете обязательно делиться этим сайтом там очень много информации и можно очень много найти и конечно же новости в первую очередь надо просматривать вот а также посмотреть транспортное решение технологию это в общем то интересно даже если вы не инженер и не имеете технического образования например таковой но в общем то там очень понятно и на просто написано поэтому я еще раз говорю вы же не знаете как пересылается картинка на телефоне да ну то есть не все знают но однако все пользуются смартфонами и дети и и взрослые бабушки и дедушки поэтому транспортная вот эта вот система она будет предназначена для всех и каждого каждый поймет что это нужно и мир уже созрет для решения транспортных проблем именно благодаря решением анатолия эдуардовича самые такие сократил я до минимума да вот транспортное решение как каковы почему транспорт начинает широко шагать по планете это безопасность это доступность да это адаптивность экологичность энергии энергоэффективность все это мы можем сейчас в новостях немножко так коснуться этого да вы поймете что и как и почему и почему обращают внимание люди которые отвечают за транспортные решения в их странах вот но в принципе я еще раз говорю вот эти вот пять пунктов надо их запомнить безопасность доступность адаптивность экологичность энергоэффективность но в частности в доступности да вот если доступность это стоимость допустим на строительство транспортной системы можно сказать я был удивлен и в свое время мы тоже разбирали чем отличается допустим канатная дорога от юниска среди технологии но в данном случае а стоимость уже в два раза дешевле от за один километр канатной дороги да вот так можно так давать потом уже когда уже говорится как анатолий дарчик был удивлен когда они стали встречаться с представителями тех стран где канатной дороги развитые когда я был услышал что вот канат который тянет кабинки он должен меняться каждый 3-8 лет то есть это опять таки это дорогостоящее это требует остановки данной транспортной системы это неудобство и так далее и вот я кстати тоже вам скажу что когда я был в казахстане в свое время вот вы помните такой каток мидео да там есть свое время почему-то я маленьким запомнил вода каток и мне всегда хотелось там побывать и вот спустя там не знаю 40 50 лет я не знаю там 60 70 в общем я побывал в казахстане вот нами да и митит на там горюой там такая красота красота ну когда раз мы приехали как раз это вот было перетяжка каната то есть там все закрыли но единственным поднялись да на каток там все было как бы в рабочем состоянии в общем то не удалось мне прокатиться на канатной дороге но на капке мидео я побывал хотя и конечно немножко в таком не в том виде в котором бы я хотел посмотреть ну думаю еще получится вот дальше стоимость к от строительства легкорельсового путепровода в 10 раз да то есть если допустим 10 процентов то есть забрать сто процентов значит здесь раз меньше стоимость и от стоимости строительства допустим 1 километра метро традиционного который копается под землей уже сколько там перекладывается и так далее сколько там зданий которые должны как говорится устоять так далее все ну вот это в 25 раз дешевле сделать там дорогу юнистский string technologies вот такие вот только это такие данные вот тоже приводит вот сайт на котором вот можно это все подчеркнуть вот такие вот вещи вот поэтому и спрашивается а почему она будет а почему и будут продвигать вот один из критериев эта стоимость так что все замечательно вы знаете мы тоже я вам расскажу что и стоимость одного километра трамвая в дубай обошлось 90 миллионов долларов и который не пока я вам уже показывал который не исполняется на полном вообще там два человека ехала когда там я ехал в этом трамвае да вот а когда мы стояли на остановке тоже ждали марина марина дубай то вот этот вот не знаю там три или четыре минута может даже больше я уже не помню то что на жаре время очень долго тянется поэтому тоже очень долго ждали пока этот вот ключица наш зеленый свет не хотелось нарушать прав правила потому что вы знаете что если какие-то попадешь ты не мило следующий раз могут не пустить страну так что лучше не нарушать и использовать тот устав который пользуется скажем так с чужим уставом в чужую как там чужой монастырь не ходит вот поэтому соблюдали мы правила и ждали долго по когда появится трамвай но вот он не используется на полную мощность а стоимость его очень высока была вот поэтому анатолий эдуардович пользуется огромным авторитетом в арабских эмиратах вообще я говорю что конечно же вот это вот экспо 2020 это сыграло огромную роль в популяризации данной технологии потому что все конечно же ехали на экспо но анатолий эдуардович сделал ход конем он не стал тратить огромные деньги да как там задумывать ну как тем более это было проходило в дубае там был стенд который направлял сказать что если вы хотите увидеть воочию даже прокатиться даже все это потрогать пощупать пообщаться со специалистами добро пожаловать шаржу да вот в научный инновационный центр в шарже вот это подобие сколково в москве либо это силиконовая долина в америке конечно она еще на только начинает быть таковым да но конечно то там присутствует американский университет и вот там именно вот сейчас все это закладывается то есть новой технологии поэтому туда прижал очень и очень много сначала поглазеть как говорится да на зыринг можно так сказать да вот а теперь уже это все превратилось то что делегации уже едут серьезные уже заключать договора подписывать контракты вот поэтому все это как говорится тоже оказалось как нужным месте в нужный час вот поэтому кроме того очень много сейчас репортажи именно на арабском телевидении на арабском радио и так далее и вот я слышал такой разговор что когда люди говорят ну что ты там не высылаешь допустим на арабском языке что его понимаю во первых я хочу сказать что по видеоряду уже можно сделать соответствующие скажем так представление о том что пять минут с лишним идет репортаж до на котором как понятно что вы не знаете арабский язык да хотя я благодарен от лена степина мне допустим выслала видеоряд когда уже было с синхронным переводом на русский язык ну тут тоже можно это было придраться это мало ли кто там черно говорит но уже никуда не уйдешь от самого видеоряда поэтому вы видите наши технологии были представлены именно юнический street technologies очень большой репортаж его кстати на правом в правом нижнем углу значит человек который возглавляет инновационный парк это хусейн аль-махмуди да вот он очень и очень много хороших сказал слов и сказал что мы очень гордимся тем что именно новые технологии именно струнного транспорта находится у нас да и это очень дорогого стоит что скажем так ну что можете сказать и так далее во первых конечно же тут все уже заинтересован мы с вами разбирали уже что интерес со стороны дубая и со стороны абудаби да я вам показывал что уже даже анатолий едуардович который скуп на такие какие-то откровения показывали что когда они были с олегом зарецким на переговорах и уже обсуждались те дороги струнные да где должны пройти в то в тех же абудаби но я хочу сказать о том что последние новости которые вы может быть еще не знаете вот что получилось сотрудничество да то есть получается для повышения финансовой устойчивости компании допустим линк из этих сложно необходимо иметь собственный оборотный капитал и сегодня мы рады сообщить это руководство компании г что единицкий sky транспорт получил сертификат муа от научно-исследовательского технологического инновационного парка шаржа со значительным увеличением оплачиваем уставного капитала до 47 миллионов дирхамов ну вот по курсу который я тут же перевел это около 13 миллионов долларов что такое муа это меморандум о взаимопонимании в нем излагается основные правила позитивного сотрудничества для сторон желающих совместно работать над проектом кроме того сказано что этот шаг придаст новый импульс по нашему проекту и его прогрессу и сегодня мы с уверенностью говорю что 47 миллионов это не предел вот здесь я попрошу вас поставить восклицательные знаки вот если кто-то чего-то не понял вот я скажу что это говорит о том что именно уже с научно-инновационный центр он тоже заинтересован в продвижении скажем так данного спасибо за восклицательные знаки давайте немножко пошевелимся да вот поставим эти знаки вот это говорит о том что действительно что доверяет данному данной компании и что юнис sky транспорт является хорошо состоять хорошо состоятельной компании такой термин значит есть юриспруденции да не только в шаржа но и во всех арабских эмиратах отлично чем больше восклицательных знаков тем больше энергии идет нашу в продвижении нашего продукта ура вот ну теперь несколько слов читали молодцы вот теперь несколько слов вам хочу сказать о том что какие транспорте сейчас вы знаете в настройте 2 4 трасса и вот кстати об этом и говорится что транспорт вы знаете что конечно же бизнес ждет это систему не юниконтов до которые будут перевозить контейнеры но на самом деле юнический транспорт транспорт юниска также предоставляет население безопасной модели юбас ю4 и ю4 210 и юбас ю4 220 а также вот мы сегодня с вами расскажем а называется юбас кара да вот для значит получается 400 ю4 210 перевозить 14 человек вот ю4 220 это пассажиры вы помните там такие бы они более длинные модули да там по 48 человек поэтому в принципе планируется где-то по 25 такое получается достаточно но при большой нагрузке можно увеличить это и до 200 получается то до 150 до 200 в общем каждый модуль это плюс 48 человек вот поэтому там также оборудованы данные юнибусы системами микроклимат освещения аудио и видео формации да и помните что пассажиропоток до 50 тысяч пассажиров в час вот ну и вот этот вот юбас карат да вот видите это помните я вам рассказал что когда мы были на производстве то вот здесь представлен он на 16 человек а нам показали такой же вариант но он был скажем так длиннее да получается там было на 25 человека когда я сказал ну как то вот видите форма отличается дать такой виде такого скажем так алмаза такая агро с такой огранкой да вот почему что назывался что парад что алмаз измеряется в каратах вот может быть такое название и тогда руководитель вообще этого производства алексей сожалению вылетел из была фамилия вот он сказал что это заказ а именно представители шаржи вот поэтому вот видите вот такой вот и сейчас интерес есть и поэтому насчет юбас карат это вот новая значит модель вместимости 16 человек которая значит будет у нас сертификации проходит сейчас испытание сертификации будет запущена на четвертом тестовом треки если на втором запускаются you can ты до чтобы перевозить контейнеры то именно 4 трассе будет вот такой вот двигаться юбас карат поэтому я держу кулачки и надеюсь что посетить центр шаржи до 20 в январе двадцать третьего года вот и конечно же рассказать потом об этом всем вам вот я вообще конечно же уже не неоднократно вам повторял что конечно что не все можно осуществить также стать участником данной поездки надо только немножко попотеть можно так сказать да вот поэтому вот такой вот интересный вот ю карат и вот тут тоже еще получается что смотрите что возможность внедрения вот такого же транспортного карата было скажем так заинтересована вот компании которая приезжала сальвадора да то есть делегации сальвадора и вы помните власти города сан санатэ до намерены интегрировать технологию юст в проект строящийся по президентской программе то есть я вам говорю все начиналось скажем так просто со зрителей которые смотрели приезжали возможно даже нет не 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 могли оценить насколько серьезно а теперь вот видите после вот этого экспо 2020 поток не прекращается и кроме того сегодня опять таки вышла новая значит статья который так и говорит что июнинский стрим технологии продолжает работу в сальвадоре значит запрос какой вот теперь уже более конкретно да то есть до этого мы знали что они приезжали они заинтересованы включить этот транспорт именно по президентской программе а вот теперь теперь более цифры такие как они объясняют сальвадор посетила в двадцать первом году это поверьте еще это еще был к вид который еще там да вот не так то еще перемещались миллион четыреста тысяч гостей да вот кроме того сейчас начался опять высокий рост населения значит большое количество памятников также в этой стране присутствуют архитектуры и плотная городская застройка поэтому все это создает запрос на применение альтернативной транспортной системы да и вот такая транспортная система именно обеспечит должна обеспечить вот большое число количество пассажиров при том чтобы не затронул объекты представляющие историческую культурную ценность и кроме того значит они говорят что подходит да это могут быть вот как июне винт сейчас видите вот представляете вот такая вот струнка да и вот вы знаете что кто в мариной горке был меня например вот впечатлил именно вот юни винт свое время и когда я вот выполнил программу фейсов фейсов за пьючая я именно выбрал юни винт в основном все выбирали допустим юни флэш кто-то юнибус да выбрал вот я юни винт выбрал действительно он скоростной быстрый кроме того и я знаю что он был по заказу швейцарцев изготовлен да а в швейцарии я тоже прожил в свое время два года и мне там очень много друзей у меня подруг да вот мы все никак не доберемся супруга туда вот но я думаю что это тоже мы осуществим так вот вот смотрите такой юни винт он будет прекрасно подходить для проведения экскурсий в национальных парках или природных заповедников да кроме того вы знаете что вот такой юни винта есть еще будет ну и есть уже модель двойная такая то есть вот получается с двух сторон для четырехместный можно сказать это уместно там четырех мест вот и почему вот именно сальвадор обратил внимание вы знаете что это тоже благодаря продвижению моих сестричек в латинской америке и партнеров уже которые пошли за сестричками и вот вы за высочайший уровень безопасности именно обратили на это внимание потому что сальвадоре более 20 действующих вулканов а за последние 200 лет столица сальвадора сансонет да вот была может быть ошибаешь это не то столице но сансонета да вот была разрула частично разрушена пять раз таких ситуациях когда происходит нужны срочно спасать не это приходится доставлять самое необходимое для спасения жизни по полностью разрушенным дорогам в этом случае даже и эту роль будет выполнять да то есть вы если что-то случится то конечно же под по такой дороге помощь придет со скоростью 150 километров в час да пусть даже на будь со 100 ну там не будет ничего мешать и так далее даже если какая-то опора попадет под где-то разрушится и так далее да то опять таки анатолий дворечный рассказ чтобы можно и 2 и 3 опоры раз уж все равно струна провиснет да будет идти на высоте там 15 метров на высоте 5 метров но все равно это пройдет и ничего то есть система будет функционировать потому что самое главное это что это анкерный опор до который по краям находятся на расстоянии 10 километров друг от друга вот поэтому это все все тоже заинтересовало власти поэтому именно правительство сан сан это представляет представители именно ведут сейчас переговоры очень уже четко по осуществлению разработки маршрутов для развития транспортной инфраструктуры города ну тоже можно сказать поставить десяточки все хорошо движется люди едут люди смотрят и конечно же это все прекрасно ну теперь могу сказать что действительно вот насколько все объемлющие компании мысли да поэтому конечно же как вот сейчас просто раз я вам рассказывал что алексей сухо доеф когда был с моей сестрой вот выиграли то есть победителями второго этапа до в доминикане вот они ездили они помогали деткам который из бедных семей вообще много благотворительных акций было вот и что вам хочу сказать что там алексей сухо доефта что дети это будущее поколение которое будет пользоваться данным транспортом развивать его возможно много профессии будут из этой вот и из этой вырастет много новых профессий и вот действительно сейчас студенты уже сейчас которые учатся вот в том же американском университете это который боится в шарже да вот они были тоже на этой скажем так она презентации вот они посмотрели конечно вот этот вот сергей тараса вы знаете этого человека зовут вот и значит он рассказал о всех преимуществах данного транспорта да и действительно вот все они и прокатились проехали посмотрели и ну такой красивый зал видите где у нас стоит наш транспорт да вот ну естественно что были вопросы много интересного было прокатились они естественно там тоже все это недалеко да вот и мне понравилось что были много вопросов да в частности молодых техников заинтересовала возможность пройти стажировку в центре испытания сертификации искать я когда вот это смотрю в свое время конечно у нас была самая популярная профессия профессия космонавта да что вот если это там дает что я хочу стать космонавтом скажем так морю бытность да это казалось что это вот человеку какие высокие материи да вот теперь я хочу сказать о том что вот это вот такие вот космические модули они как выглядит как то есть транспорт космические модули действительно завораживают и конечно же сейчас это 400 метровая трасса на очень маленькая но поверьте мне как только будет два с пола километра потом будет 10 километров потом будет 15 так далее я думаю что уже здесь уже действительно интерес будут просто колоссальным потому что когда ты паришь над землей безопасности в комфортных условиях действительно ну просто что как будто тебя крылья вырастают да вот и конечно же это транспорт он думаю что тоже будет будут люди гордиться что я вот космонавт таких вот можно сказать астронавт космонавт таких вот модулей космических и возможно еще так как будут не только на высоте там допустим 15 метров на землю да если будет между небоскробы возможно там будут высоты гораздо больше но это если кто-то человек боится высоты и то опять таки говорю он там закрытой кабинке и поэтому я думаю страшно страшно страха будет гораздо меньше вот так что вот студенты именно американского университета они проявили огромный интерес именно вот в шарже теперь сейчас там даже будет вы знаете будет обучение вот здесь у нас минске тоже как говорится не проходит все слава богу что все больше и больше и научных организаций общественных организаций был да и вот витебский был университет в минске у нас есть и бнт у до который тоже там знают про технологии приезжали да вот теперь приехал брестский государственный технический университет да вот поэтому надежда косарева генеральный директор вот и подписали и ректора александр баханович вот они подписали соглашение сотрудничестве поэтому очень здорово потому что все это действительно вот будет развиваться совместная работа научно-исследовательская сфера подготовка инженерных кадров из кроме того у нее студент университета смогут проходить практику с возможностью трудоустройством после завершения видите как здорово то есть действительно слава тебе господи что студенты вообще преподаватели профессора брать обращают внимание и большой интерес возникает поэтому это очень здорово видите везде где есть возможность туда приезжают студенты изучают смотрят потому что это что-то новое интересное конечно же мне кажется просто ну для меня это очень важно я например сам говорю со своими детьми сейчас с одним из другим до что это интересно работать там не обязательно быть технарем можно и различные скажем так найти профессии в этой поэтому мои дети и были в этих на парке и знают и может быть еще не совсем осознают но по крайней мере я знаю что вместо они могут найти конечно именно вот продвигаясь допустим в этом направлении вот ну опять таки была поездка все очень понравилось все замечательное вот и вот александр баханович отметил что будущее именно за таким видом транспорта это ректор бртв бргт у вот и воплощение позволяет его воплощение позволяет развивать много сопутствующих технологий направлении машиностроения материала обработки материала бетни и других сферах вот слава 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 всевышнему что действительно все это замечает и так далее ну и развивается тогда дальше и дальше вот ну наконец-то мы подошли вот смотрите прошел я вам говорю о том что второй тур который был в доминикане да и я говорил о том что в наше вот такое непростое время мы как говорится действительно компания очень быстро развивается вот были приезжали сюда в минск было большое мероприятие потом была турция там было тоже победители большое мероприятие потом от было доминикана даже пришлось вот с озера из цикули в киргизии до перенести вот эту встречу потому что настолько событий сейчас идут большие обучающие программы недавно вот было skyward комьюнити 30 перезагрузка да то есть тоже было обучающим то есть сейчас компания действительно но как идейный вдохновитель алексей суходович это очень много делать для развития комьюнити да вот именно всего но и я горд сказать о том что действительно моя сестра которая пришла вот так вот скажем так ворвалась сообщества skyward комьюнити вот она действительно стала амбассадором да вот тут можете поаплодировать я не знаю десяточку поставили да это моя сестричка ольга вероника серохвостова да вот она большая умница вот я пригласил старшую сестру наташу наташа сказала вот оле видите как у нас мы все друг друга слышим слава тебе господи да вот и тогда вот такой ли сказал что вот меня как вы оказали в сообществе меня пригласила сестра она сказала мне это твое заходи тебе понравится вот и как говорится оля поверила вот но проверяя но доверяй до воля там конечно бизнес в ум он с большой буквы да поэтому она приехала практически когда сразу познакомилась с компанией мы с ней поговорить тоже по телефону приехала мысли дали со встречи отдельно как она добиралась муж и не хотел пускать потому что мужа не пустили в самолет тогда надо тогда с детьми поедут в общем детей в последний момент со школы с этими с портфелями засунули в самолет вот понимаете вот вот что насчет свободы передвижения с действия да тут и деньги тут и свобода мысли и так далее да все вот так и оля приехала вот с моими племянниками вот прям сюда это тоже деткам по 10 лет было вот и вот эти она когда она познакомилась андре дуар чем на сразу влюбилась технологию вот и теперь несмотря на то что у нее был успешный бизнес они один а три вот она сейчас 90 процентов своего времени уделяет именно компания skyward community она умница вы знаете мы ее смотрели мы ее видели вот этой вот репортажи ну давайте самое главное теперь наконец-таки я достучался до воли и она сегодня тоже просила на очень занята потому что до сих пор еще в доминикане до сих пор большие мероприятия выходят на связь давайте поприветствуем и давай давай еще через неделю а я говорю оля уже мы тебя три недели ждем поэтому выходе до оля я сейчас замолкаю а ты сейчас можешь говорить громче говори громче напишите как слышно волю тихо оля говорят тихо ну у меня полностью я не знаю может кто-то сможет там что-то исправить у меня на полную на полную мощь хочешь меня будешь дублировать говорю да все значит смотрите вчера я получила вот такую замечательную премию это премия роста они еще никто не знает мы только-только будем писать новости очень устали в 4 утра все вернулись после такого мощного шоу гала концерта который устроили здесь нам эту выдали премию как лучшему проекту инновационному обучающей платформе вот то есть за то что мы в республике доминиканской развиваем направление обучения помогаем людям развиваться учим их как вкладывать и конечно же хотим изменить доминиканскую республику потому что здесь громадные пробки возможности построить другой транспорт нет и конечно же мы надеемся что адресные проекты обязательно запустится здесь в санто доминго в курортных городах где люди сейчас заботятся о природе там есть заповедники где построить железную дорогу будет невозможно поэтому только транспорт юницкого будет здесь строится в будущем ну и конечно же сам по себе остров не очень большой мы говорим что громадные метро и железные дороги это уже не актуальна туристический остров где туристы могут легко передвигаться мы сможем открыть новые рабочие места здесь к сожалению очень высокий уровень смертности на дороге ежедневно я перемещаюсь по всему острову ежедневно мы видим 3-4-5 аварий со смертями то есть это очень страшно выезжать на дороге здесь в доминикане это большая проблема сталкиваются сразу 10-15 машин я не знаю как они это делают но это реально большая проблема здесь потому что качество дорог и качество машин и уровень образования довольно таки низкий поэтому конечно же все это благодаря нашей платформе благодаря нашей технологии будет меняться то есть мы меняем будущее но для того чтобы изменить наше будущее мы должны начинать это делать сегодня потому что сегодня завтра уже это будет вчера и если мы думаем что что-то мы вложили с вами вчера или много лет назад и до сих пор это нам не принесло какие-то финансовые доходы мы должны смотреть на это немножечко философски потому что пока мы не достроим проекты пока мы не начнем получать прибыль мы не можем ну как-то мы не можем говорить ну где же наши деньги мы должны вкладывать и мы должны работать вот смотрите давайте возьмем например олимпийские игры да то есть когда гимнаст приходит на спортзал и хочет стать олимпийским чемпионом на протяжении там многих лет он постоянно тренируется и готовится получить эту золотую медаль ну то же самое мы с вами мы обязательно должны поддерживать проект мы мы обязательно должны рекомендовать его в нашем кругу вот допустим я где бы я ни находилась в самолете в ректоране в бассейне на пляже я всегда рассказываю об этом проекте я всегда говорю что вы знаете есть такой струнный транспорт юнитского и многие люди благодаря мне получают эту информацию вы точно так же можете помочь нашему проекту и нашей платформе то есть благодаря людям которые смогут донести информацию да то есть сказать что заходите есть такая платформа есть такой транспорт вы можете поддержать нас как экономически как финансово так и просто информационно потому что вот мы же с вами не работаем вот мы же с вами не строим сколько сейчас у нас человек в чате здесь 15 до до Это неправильно. Когда мы вкладываем, мы тоже должны давать какую-то свою поддержку. Пускай это будет на информационном подходе. Вот смотрите, 20 человек. У нас у каждого есть социальные виртуальные сети. Если каждый из вас даст информацию о новинках, о продвижении, о возможностях, это все приносит очень большие результаты. Поэтому судить о том, что построили мало или много, мы с вами не можем, потому что мы не производители. Вот я вам могу сказать, как производитель косметического товара, я хочу создать какой-то продукт. Мне для этого продукта нужны ингредиенты. Мы начинаем их смешивать, мы начинаем их пробовать, мы начинаем тестировать, на ком-то подходит, где-то там запах, где-то цвет. То есть понимаете, это всего лишь одна губная помада или всего лишь тушь для ресниц. Ну что такое? Это же маленькая мелочь. Там какой-то небольшой купляр, немножко там продукта и в принципе это уже готово для продажи. Но на это уходит 2-3-5 лет, когда разрабатывается новый продукт. Все новинки, которые выпускают косметические компании, это обязательно имеет свою предыдущую историю. 3-5 лет обязательно. То есть говорить, что транспорт, который создан, был нарисован, там был с 1978 года, когда еще Юницкий молодым студентам начинал и предлагал такую теорию. Ему что говорили? Ему говорили, этого никогда не будет. Почему? Потому что люди, которые стояли у руля на тот момент, они даже не могли себе представить, что в каждом доме будет 2, 3 или 4 машины. Вы представляете? Когда у нас в советское время, вот я не знаю, там люди, которые сейчас присутствуют, вот мы, допустим, дети Советского Союза, да, у нас на одну улицу было там 3 или 4 машины, потом их стало 5, потом их стало, но сейчас их стало 50, потому что в каждой семье есть 2-3 машины. Вот. То есть если мы растем, как говорится, вот так вот в технологическом плане, да, то, конечно же, мы должны что-то менять. Мы не можем расти и при этом оставаться на том же уровне. Поэтому то, что придумал господин Юницкий, это гениально. И, конечно же, мы должны его поддерживать. Наша с вами задача быть надежным, надежными опорами в тылу, потому что мы с вами не находимся на передовой, мы с вами являемся его поддержкой, как финансовая, так и информационная. Поэтому мое сообщение ко всем вам. Поддерживать Юницкого, никогда не опускать руки. Вот я, допустим, приехала первый раз в Доминикану в прошлом году, в мае месяце, и у меня не было ни одного практически знакомого. То есть 2-3 человека еле-еле тогда. Сейчас у меня набирается там до 5 тысяч. Общее, общее наше сообщество. И мы хотим его довести до 100 тысяч человек. Когда я вчера выступала на сцене, я говорю, ну вот мы хотим 100 тысяч человек. То есть никто не сказал, что, о, что это они там размечтались. Все сказали, да, ты правильно делаешь, у вас хорошая миссия, у вас правильная технология, нам это нужно, нам это выгодно, и мы тоже будем вам помогать. Поэтому, если мне будут помогать развивать структуру и сообщество в Доминикане, еще и премию за это дают, да, то вам обязательно на месте тоже будут. Вот смотрите, я же нахожусь в чужой стране. Это, по сути, не мой родной город и не моя страна. Но если вы, там, где вы выросли, вот школа, институт, ваши родственники, то есть, конечно же, все должны, я знаю, как тяжело объяснить людям, которые не имеют вот этого взгляда на будущее. Но в любом случае, когда кран потихоньку капает, его потом все равно начинают слушать и к нему там будет обращено внимание. Поэтому и вы точно так же привлекайте внимание к нашему проекту, продвигайте нашу технологию, поддерживайте нас, хоть пассивно, хоть финансово. Мы за все это вам будем безгранично благодарны. Я всех жду в Доминиканской Республике. Тут шикарные курорты, отличные люди, прекрасное солнце и море, и пляжи. Поэтому, если у вас будет возможность, пожалуйста, приезжайте. У нас открыт офис, у нас здесь есть большая команда, которая ежедневно работает для развития Skyboard Community. В общем, в Латинской Америке, потому что у нас есть клиенты и Венесуэла, и Порта-Рико, и Коста-Рико. Айти рядышком у нас находится. Мы оттуда обслуживаем любых клиентов, которые нуждаются в нашей помощи или информации. Олег, я передаю тебе слово. Олечка, спасибо огромное. К сожалению, звук, возможно, там это интернет и так далее, может быть, какие-то физические исходности. Я думаю, что люди внимательно тебя слушали, тебя услышали. И я тебе очень признателен, благодарен. И я думаю, мы, в общем-то, повторим, я думаю, эту встречу, потому что я тут картинки листал. Я думаю, что ты расскажешь тоже, но ты очень сделала хорошую мотивационную речь. И действительно, приехав в чужую страну, ты сейчас ставишь задачу себе 100 тысяч человек подписать только в Доминикане. То есть, чтобы такой комьюнити создать, не подписать, а комьюнити создать. И я знаю, сколько ты боролась за Санчеса, за Роберто, который с Хоста Рико тоже приехал. Практически ты оплатила дорогу. И только для того, чтобы они поочию увидели, что это действительно есть, а это не просто какой-то вымысел. Поэтому ты для меня являешься огромным примером. Ты уже меня обогнала. Практически Оля в двух шагах от уже топ-эксперта. Вот, да, молодец. И я надеюсь, что мы увидимся обязательно с тобой в Эмиратах, в Арабских Эмиратах, да, и поздравим тебя с этим уже статусом там. А вообще, конечно, ты большой мотиватор, поэтому я думаю, что все ребята будут, и девчата, которые сейчас нас слушают, да, тут уже возраст. Мы все молодые душой, да, поэтому я хочу тебе сказать, что я буду тебя еще раз приглашать. Вот, может быть, мы какую-то сделаем совместную еще раз такую конференцию, именно как работать, вот как ты все-таки работаешь с людьми. Потому что я уже Алексею Суходуеву говорила, и ты тоже записала обещающий вебинар. И я думаю, что тебя, как специалиста вообще, человека, который закончил в Московский финансовый университет, потом училась и у американцев, и у европейцев, да, именно как продажи делать, да. И, Оль, скажи, пожалуйста, какая у тебя была с первого раза, что ты продала нас, на какую сумму у тебя была заключена сделка максимальная? Ну, первое сделка у меня, да, это Роберто, который приезжал в Дарабхимия, Бирата, он купил два пакета на 10 тысяч долларов и на 5. Но это было сразу понятно, потому что он бизнесмен, он производитель, понимаете, когда мы разговариваем конкретно с производителем, поэтому я всегда говорю, прежде чем предложить пакет, нужно знать, кто является наш клиент, да, с кем мы разговариваем. То есть это пожарник, или это врач, или это бизнесмен. Бизнесмены тоже бывают разные. Одно дело бизнесмен, который продает недвижимость, а другой бизнесмен, который является сам производителем. Один бизнесмен, который является парикмахером-стилистом, и другой бизнесмен, который имеет, допустим, парк своих машин продажи или сдачи в аренду. То есть это разные доходы, это разные бронжи, и каждому из них нужен индивидуальный подход. Вот я много раз говорю, что я никогда бы не зашла в Skyward Community, если бы Наталья мне не сказала эти две фразы, то есть их было достаточно. Зайди, это твое, и тебе там будет комфортно, хорошо, там ты можешь применить свои возможности. Когда я уже познакомилась с Юницким, конечно же, мне захотелось развивать этот проект, и я с гордостью предлагаю и нашу технологию, и нашу платформу. Потому что люди, которые хотят расти, у них есть возможность через нашу платформу достичь того уровня, который они не смогли получить, ну где-то там работая в своем бизнесе, допустим, так сказать. Ну или кто-то просто служащим чиновником государственным. Поэтому мне кажется, что правильно данная информация всегда позволяет получить такой хороший эффект. Сейчас, кстати, на фотографии со мной тоже, здесь из Доминиканы, молодой модельер, который получил свою премию вчера, он тоже был очень доволен узнать о нашем транспорте. Они с таким энтузиазмом смотрели наши баннеры и информацию, которую мы им принесли. Они, знаете, как губка впитывали каждое слово, которое мы им говорили. Это было очень приятно. Не ходить за людьми и говорить, ну послушайте, ну послушайте нас. А люди говорили, говорите, интересно, рассказывайте, поделитесь информацией. Конечно, вчера мы получили громадное удовольствие и еще раз были очень горды и за самого Юницкого, и за нашу платформу, и за наш фон. Спасибо, Олечка, огромное. Спасибо, Олечка, огромное. Спасибо, Оля, еще раз прийти к нам, договоримся, да, через месяц, когда мы, может, к Новому году, вот, и расскажешь, когда ты был свободен, когда все-таки, что там еще у тебя там произошло в Доминикане в следующий раз. Ну, смотрите, я могу вам дать анонс. На 2 декабря у нас будет, мы номинированы на две премии. Алексей Сухадоев номинирован на премию как лучший бизнесмен, да, лучший проект. И также сама платформа получит тоже премию как лучший инновационный проект, обучающий и финансовый, да. Вот, поэтому на 2 декабря, это будет в эту пятницу уже, мы опять готовимся на большой галоконцерт, там будет 500 человек. Все 500 человек получат нашу информацию, и, конечно же, мы ждем большой приток инвестиций в Доминиканской республике. Ура! Ура! Поэтому, ну, не знаю, там, в ближайшие две недели с удовольствием поделимся материалом, и я надеюсь, что вы тоже, вот, я не знаю, там, все сейчас вышли с России, или это вышла Белоруссия, вот, люди, которые присутствуют сейчас, да, в чате. То есть, конечно же, вы на своих местах тоже являетесь большой и самой главной опорой нашего проекта. Не бойтесь, не стесняйтесь, мы ничего плохого не предлагаем, наоборот, мы продвигаем очень хорошую технологию, которая поможет будущим многим людям, следующим поколениям. Поэтому я думаю, что мы с вами все вместе делаем очень доброе дело. Благодарю, Олечка, спасибо, все пишут в чате, что все слышали, все себя благодарят, говорят, классно, здорово, вот, я очень рад, что ты меня поддержала, вышла со мной на связь. Моя любимая, дорогая сестричка, я хочу всем сказать, чтобы мы с Олей стали общаться именно благодаря Skyward Community, да, именно благодаря транспорту Юницкого, потому что до этого мы знали друг о друге, но практически на этом все и заканчивалось. Поэтому Skyward Community вот так вот объединил еще наши семьи. Да, все были заняты своим бизнесом, каждый крутился в своем мире, понимаете, то есть у всех свой бизнес, у всех свои заботы, но на самом деле Skyward Community объединяет, объединяет семьи, объединяет страны, и между нами нет никаких преград. Мы все одинаково успешно и все одинаково можем достичь всех результатов, которые сами бы хотели. Поэтому не стесняться, не опускать руки, продвигаться вперед и обязательно достигать намеченных целей. Цели ставьте высокие, если не добьетесь ничего страшного, но хотя бы половина этой высокой цели вам даст громадное удовольствие. Оля у меня выполняет правила 3N, кто не знает, я вам скажу, нет ничего невозможного. Так что будем двигаться в этом фарватере, я думаю, что ты для нас являешься большим примером, несмотря на то, что ты только в 2020 году подключилась, но ты являешься для меня, для Леши Наумовича, для многих партнеров, сейчас и ребята познакомились с тобой. Я думаю, что мы с удовольствием будем следить за продвижением транспорта в Латинской Америке, в частности, в Доминикане. Я думаю, что в ближайшее время мы узнаем потрясающие новости именно с этой страны. Да, 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 я вам обещаю, но надо ждать. Все, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе огромное. До свидания. Всего хорошего, не болейте, берегите себя, берегите своих близких. Знайте, что кроме этой жизни у нас никакой другой не будет. Хорошо, Олечка, хорошо. Спасибо. Ну вот, дорогие друзья, как вам, несмотря на технические сложности, да, я думаю, что энергетика Оле передалась вам, вот, и если будут какие-то еще пожелания, вообще скажите, понравилось вам, нет, вот, ну я тут читал потихонечку, да, спасибо, вот, благодарим, слышали, да, хорошо, вот, огонь, да, да, действительно огонь. И она приезжала сюда, вот, Леша знает ее лично, да, вот на фотографии вы помните, поэтому, конечно, здесь она еще присматривала, смотрела, вот, большое спасибо, да, вот, желаю успехов, здоровья, да, всего, вот. Но, видите, вот Оля говорит, что я ничего не боюсь, мне бояться нечего, потому что у нас замечательный, замечательный транспорт, прекрасный Анатолий Эдуардович Юницкий, который действительно болеет всей душой за планету. И вот теперь Оля говорит, я действительно тоже нашла себя, потому что тем, чем мы с вами занимаемся, вот это тоже дорогого стоит, вот об этом говорил и Алексей Суходович, что наследие, понимаете, что вы оставите после себя, какое наследие. И дети тоже ваши будут спрашивать, а как, вот такой транспорт, а вот у кого-то там папа, у кого-то мама, у кого-то сестра инвестировала в это, а ты как? И вот, говорит, что, вот как может так вот сейчас строится, действительно, вот эта новая, действительно, очень новая платформа такая, да, которая дает жизни многим по-новому взглянуть на эту жизнь. Поэтому я думаю, что задумываем в этом плане и помогите, может быть, осознать это людям, которые окружают вас, вот. Мне тоже очень, да, вот спасибо, что Ольга восхищается, Оля почитает эти самые комментарии, я ей передам, конечно, вот. Спасибо вам большое, я знал, что Ольга всех нас зажгет, вот, поэтому, друзья мои, всего хорошего вам, я очень рад состоявшейся диалогу, вот, и я рад, что вам тоже очень всем понравилось. Итак, нет ничего невозможного, мы двигаемся вперед. Леш, скажи что-то. Алексей Новмович. Добавить, на самом деле, тут сложно что-то добавить после Ольги, вот, но у нее правило ННН, вот, а есть еще второе правило, я тут описал в этом чате, что правило ВВ, возможно, все. Так что тоже, какое хотите, такое выбираете. Да, ну, ясно. Ну, у нас 4 минуты осталось, поэтому особо тут уже не разбираюсь. Ну, 4 минуты, ну, ты нам, ты написал нам в чате, вот, поддельном, да, то есть мне ты сообщил, да, в общем, сейчас у нас строится трасса рыбака, да, скажи. Строится, вот, но по срокам пока на нас не сориентировали, никак не хотят колоться, вот, будет, как будет, нас пригласят. Отлично. На вопрос, возможно ли в этом году или скорее в следующем, ну, как бы умолчали, поэтому я надеюсь, что все-таки в этом мы что-то увидим. Ну, я говорю, ждать и догонять хуже всего, поэтому мы не ждем, мы действуем, работаем, рассказываем людям, что такая будет поездка устроена, да, поэтому, как говорится, все будет своевременно, да, вот так я бы сказал. Все должно быть тогда, как нужно, вот, ну, тогда спасибо всем, Лешенька, спасибо тебе, как всегда, мы с тобой вместе заканчиваем, вот, спасибо Олечке, конечно, тоже зажгла меня, да, и умница, потому что одно дело, когда ты разговариваешь, вот, как бы, один на один, мы с ней решаем какие-то вопросы, обсуждаем, а когда вот она вышла, и вот, действительно, ее мотивация тоже на меня очень хорошо подействовала, вот такая, очень здорово. Поэтому нет ничего невозможного, ВВ, все возможно, да, вот, так что, да, все возможно, да, все круто, спасибо, вот, хорошие слова на завершение вечера. Спасибо, ребят, всем, до новых встреч, да, до нового понедельника, все, пока-пока. Александр, вам тоже здравия, да, рады вас видеть, Александр, вот, всех, всем спасибо за внимание, за время, вот, ну, и через недельку, в понедельник, как обычно. Владислав Волков, вам тоже привет, да, спасибо. Трасса Ирбака в этом, ну, вот, видите, подтвердил на Владислава. Спасибо, Владислав, тоже, за хорошую информацию, видите, как все, все у нас, все, такие новости, спасибо вам, Владислав, да, вот, за такие, на такой замечательной ноте мы заканчиваем наше вещание. Так что ждем анонс, да. Да, да, пока-пока. Готовим удочки для зимней рыбалки, сапоги теплые, валенки. Да, отлично. Все, до свидания. Ждите, да, за анонсами. Пока-пока.